Расскажи про темные... Подарите, а можно? Здравствуйте. А темные? Да, про темные байбозы. Зачем они нужны? Хорошо, здесь я вкусировался только на... совсем глазовые вещи, на концерте. И я упомянул, что здесь есть... Мы ввели валюту для того, чтобы создавать стимулы для правильного поведения. Эта валюта называется байдинг. Да, байдинг. Это нативная валюта системы. В ней, в байтах, платятся назначить. И в ней... ...плачивается преграждение за правильный поведение. Почему вы раздавали бесплатно? Давайте сначала первый вопрос. Это нативная валюта. А как назначаются среди? Давайте первый вопрос закончим. Правильно, как черный. Это основная валюта байды. На этом реестре есть много всяких вещей. Можно упускать разные токены. Можно упускать разные токены. Можно делать ICO, продавать все токены. И у токенов есть разные свойства. Одно из этих свойств это приватность. Вы можете при создании токена выбрать будет публичным. Таким же, как байдинг. Либо он будет приватным. Если вы выбираете, что он приватный, то транзакции, которые совершают пользователи между собой, они не записываются на публичном реестре. Эти транзакции, вместо этого, они передаются напрямую, peer-to-peer, peer-to-peer, между датасовым покупателем. А на регистре сохраняется только хэшные транзакции, что он в 16 часов. И все. То есть, для третьих лиц эти транзакции не любят. Это называется... Выпущена одна каталог. Она называется BlackBody. BlackBody. Она тоже распределена частично. В этой транзакции можно делать приватность. Вот. Ответил на вопрос, о чем он говорит? Среди слов. Вам хотелось бы. Скажите еще раз. Пожалуйста. Как выбирается свидетель? Как выбирается свидетель? Бойко. Как пользователь выбирает свидетель? Пользователь не назначает свидетелей, которых он в почве. По какому принципу? Он назначает и тех, кому он доверяет. А как? Угу. Как он понимает? Ну да. Вот приложение запускаю, а в приложение сам вручную добавляю это? Приложение это все просто. Вам предлагается дефолт. Ну понятно. Короче, 12 апостолов. В Proof of Stake там 21 в битшарах. Здесь 12. Да. Чизофиристы. Думаете о хороших? Не, не, не. Извините. Мы думаем, как сломать эту систему здесь основную. Да, да, да. Это даже немножко классно, потому что с учетом здесь совершенно как здесь делается все. Чем понятно. Вы создаете 500 аккаунтов и начинаете… Тут долго, а вот свидетель вам приходит. Да. Окей. Того же длинная спорчка ваших родителей… Так у вас совместима или неограничена? Что? Неограничена. Что-то? Ограничена или неограничена? Не, неограничена. В каждой транзакции указывается 12. А в целом по системе? В целом по системе. В целом по системе каждый может указываться. Ну то есть мы можем создать глупую связь, нас и свидетель. Сделать, что… Да. Что же как хотим? Да. Да. Когда вы добавляете свою транзакцию к реестру, ваши свидетели будут несовместимы с свидетелями? Могу постепенно, могу? Твою транзакцию добавлять? Да, можно. Не можно. Потому что ваши предыдущие свидетели тоже должны быть те же совместимы? Потому что 13 свидетелей будут… Нет, постепенно надо. Сначала будет один новый, потом два новых, потом три, потом 12 все будут. Совершенно верно. А те предыдущие, это как бы было очень давно и там все нормально. До какой-то точки они должны быть совместимы. И это точка, это точка стабильности. Да, точка стабильности, которая была два года назад. Продвинется только тогда, когда другие пользователи и другие свидетели поддерживают ваш список свидетелей. В чем вот принципиальное отличие, если вот они также получают экономическое вознаграждение? Ну вот здесь мы тоже… Ну, собственно, у меня сразу с битшарами. Битшарах 21. Они договариваются между собой и меняют правила игры. А это говорит о централизации. Здесь 12. Ну, понятно, что 12 и понятно, что есть дефолтный список. Скорее всего, лучше по дефолту использовать, потому что, если начинаешь что-то свое городить, то с большей вероятностью твоя транзакция как бы будет отвергнута потом. Значит, все равно будут эти 12 используют. А эти 12, они, в общем-то, известны и они могут договориться. То есть, получается такая централизация. Нет? А чем договориться? Договориться поменять правила игры и дальше мухлевать как хотят. Вот как битшарах. Ну, правила игры, они один раз сделаны. Правила игры – это правила протокола. Да, протокол поменять можно. Это будет форк практически. Ну, форк, но только эти 12, они определяют правила игры. Они делают форк, все остальное, то, что им не нравится, они просто откидывают, а все верят только этим 12. Вы тогда не играете в эту игру. Вот. Правильно. Теперь вот с битшарами играть опасно. Почему биткоин? Биткоин – ценность, потому что у него большая децентрализация. Когда 12 – это тоже децентрализация, но из 12. В битшарах – 21, но было 100. Как-то так я вижу сейчас. То есть система ломается, просто замена свидетелей. Ну да. А как мы заменим эту же социальную технологию? Мы с теми договоримся, или там своих подхожу. Еще раз. Чтобы заменить свидетелей больше, чем на одну позицию, вам нужно уговорить старых свидетелей заменить свои свидетели. То есть у вас 12 свидетелей максимум? Я не знаю. Так. А с децентрализацией? Есть децентрализация? Есть децентрализация. Вы будете менять его по одному. Правильно? Да. То есть у вас не будет децентрализации? Нет. У вас есть инфрационная система, которая заселит. 15 свидетелей. Да нет, нет. Смотри. Есть 12 дефолтных. Для того, чтобы нам взять под контроль всю эту сетку, мы делаем много-много транзакций между собой. Добавляем одного свидетеля, 11 тех оставляем. Они как бы честные. Дальше добавляем второго своего. А там остается 10. И так далее, и так далее. Через какое-то время мы заменяем всех. Все остальные уже там честные, которые нас вообще не волнуют, мы заменили своими. Вы не заменяете второго. Вы не заменяете второго. Почему не заменяете? Мы много, мы создаем 500 этих участников, начинаем гонять между собой миллион этих транзакций. А комиссии, ну там частично эти 10 получают, а в итоге все равно будем мы эти комиссии. Мы загружаем сетку, а хламом вот этим всем транзакции между собой, их огромное количество, мы перебиваем, то есть мы как бы по условиям консенсуса на себя как не имеют. Там было о том, что количество транзакций, нет? А, ну ладно. Это не голосование. Количество транзакций, мы понимаем, что есть CBL атаки и так далее. Количество транзакций никакого значения не имеет. А это операция просто наивная. То есть у вас просто централизованы как на EOS система консенсуса. Это вы откроете консенсус, а там откроете, как правильно и, соответственно, вы решаете, кто уже транзакций и платает ваших 12 узлов. Это не цивилизация. Ну, дефолтных. Сейчас их узлы, а могут быть и наши тоже. Свидетели не решают только транзакции хорошие. Система не решает. Решают пользователи. Наши фонари, которые не увидят. Погодите, извините. Свидетели, они либо подтверждают, либо не подтверждают. Так же, как и майнеры. Они либо принимают, либо не принимают. Тогда чего они свидетельствуют? Окей. Представим себе, один свидетель решил что-то, как вы говорите, не подтверждать. Да, абсолютно верно. Просто он не подтверждает, ничего не будет. Он сам себя изолировал. Вы хотите сказать, что у свидетеля нет активной роли? Нет. Тогда в чем его смысл? Он просто типа получает деньги. Если нет активной роли, тогда вот эта история с централизацией, она не работает. Нет, извините. Здесь свидетель или валидатор, он именно несет роль судьи. Так же, как и майнер. Так же, как и форджер. Получается, что он несет. Автор заявляет, что свидетель не решает. Тогда в чем смысл свидетеля, если он вообще ничего не решает? Чего он свидетельствует? Все. И для чего он нужен? Роль. В том, чтобы другие ставили порядок. То есть он ничего не решает. Зачем эта сущность? Такой же блок, да? Ну просто, у которого у нас большая степень уверенности, чем у остальных. Совершенно. По каким критериям в таком случае мы ему больше доверяем? Эта система определяет? Алгоритмы определяют? Это люди. А кто? То есть получается, что мы должны доверять этому блоку по каким-то критериям? Которые предверили какие-то критерии? Какие это критерии? Почему мы должны так людям доверять? Этим людям доверять? Ну лично знаю. Как вы доверяете политикам? Никак. Я не доверяю политикам. Как другие люди доверяют политикам? Не знаю. Ну по дефолту, на самом деле, по дефолту. Просто-напросто. Вот эти 12 и все. Мы согласны, что 12. Примеров просто. Чтобы было понятно. Мы же пытаемся разобраться. Вы сказали, есть президент. Да. Если ты против, то... Я не верю. А куда вы денетесь? Я вынужден смириться. Представляете, что если я не против, я немножко с объездом в сторону. Да. А с политикой надо что-то работать. Давайте, а сами, товарищи, свидетели, немножко в покое. Если вы хотите сломать систему, приходите к Антону и говорите о том, есть ли тебе дельное предложение. Давай я тебе скажу, как ее взломать. Или он, соответственно, меняет и будет в ДАМ 2.0. Верно? Я так чувствую. Или же она не ломает. Так погоди. Ты про другое говоришь. Вопрос сломать? Да. Вопрос, как сделать, чтобы не сломать. Ты говоришь сейчас, ДАМ 2.0. Сейчас Антон уже сделал, и пока что сколько она существует? Два года. И ОТО тоже существует, и РИПЛ существует, но это не децентрализованные системы, пойми. Она нормальная и будет работать. И другие базы данных тоже работают. С этим нет проблем. Здесь вопрос о том, что это децентрализованная, надежная система, сколько бабла там можно хранить, гарантировано, что их потом обратно заберешь. Вот биткоин более-менее нормально, надежно. С битшарами ненадежно, с Иосом вообще ненадежно. С байтбол очень большой вопрос. Я вот сколько заносил, что-то пока ничего не потерял. В чем дело? Смотри, когда очень большие деньги, то эти 21 чувак могут договориться эти деньги у тебя забрать. У меня нету больше миллиарда, понимаешь? Понятно. Здесь тоже. С Иосом и ОТО, там микроплатежи, хорошая тема, когда в виде дерева передаются микротранзакции между устройствами. Не надо хранить все это в одном единственном реестре. Вот, нормальная тема. Но большие деньги там нельзя хранить. Ну, то есть, всегда есть порог. Это цена взлома. Когда цена взлома больше, когда цена взлома меньше, чем количество бабла, которое получишь, надо взламывать. Все просто. Почему тебя беспокоит? Главный вопрос следующий. Настолько много бабла хранить нельзя. Хочется узнать, твоя система готова к этому или нет. Вопрос цены. Вопрос цены, да. Скажите, как упасть. А можно по другому вопросу? Есть, ну, скажем, другие решения, ну, другие проекты, которые основываются на ДНЖ. Айота Фондейшин. Есть, там, нижние, другие же, там, в Эстонии, там, ребята Дакпоин, там, реализовывали, не знаю, насколько успешно. Дакпоин – это форк. Ну, хорошо. Значит, вот Айота, да, Айота Фондейшин. Значит, в прошлом году, по-моему, Сергей Иванчевнов приезжал, ему в Африк задали вопрос, да, вот как вы пытаетесь решить проблему координатора? У них, я так понимаю, несколько другое решение, да. Вот это, они действительно собираются убить этого координатора. Вот, может быть, вы в курсе, как они собираются убить координатора, чтобы дать децентрализованность? Ну, в чем ваше решение хуже или лучшее решение Айота? Окей. В Айоте один координат. Ну, пока, да, но они пытаются убить это. Убить координату, конечно. Сейчас роль координатов в Айоте в том, чтобы хвостить контакты, которые называются Milestone, периодически. В байт более 12 свидетелей. Какие-то из них могут, к примеру, подать. И их можно менять по одному, но можно менять. Соответственно, мы понимаем, что каждый свидетель, у него есть приватные ключи, это кто-то, кому нужно доверять. Это такой, есть какой-то элемент ненадежности. Больше-лучше. Возможно, какие-то... Что-то может ломаться. Доверие может быть потеряно. Ключи свидетели могут быть потеряны. И к ним воспользуется какой-то другой и так далее. Риски есть. Поэтому, чтобы от этих рисков защититься, мы всегда применимся уйти от единственной точки провала. Симпл-поинт-трейк. Я это понимаю. Вопрос в другом. Вольете одна. Но они пытаются эту проблему решить. И заявили, что они знают решение, а они убьют координату. Может, уж пусть и как они могут быть. Их решение в пункте исток координата лучше, чем в поддержке 12 свидетелей. Насколько я понимаю, их решение не работает. Потому что оно основано на том, что... Ну, в SEO-то и там есть проблемы, да. Основано на том, что... Якобы... Безопасность основана на том, что... Транзакций много. И каждый из них постит Proof of Work. И его будет как бы так много, что у атакующего будет возможности запостить больше. Но нет никаких стимулов у атакующего... В биткоине атакующему выгоднее майнить блок, если у него есть ресурсы для майнинга, чем делать так и с вами. Вот так построены стимулы. Правильно? А в йоте нету никакого стимула к правильному поведению. Есть только стимул к неправильному поведению. Погодите, комиссии. Что? А, извините. Да, понятно. Там правильное поведение не вознагождается. Поэтому атакующий может просто построить необходимое количество хэш-пауа и сделает это просто. Они просто рассчитали, что при высоком хэш-рейте эта ситуация маловероятна, так что? Они считают, что есть какой-то высокий, при котором он маловероятно, но на каждый высокий есть более высокий. Я просто для себя прояснить ваш ответ. То есть, их решение, он задумывается на том, чтобы при высоких хэш-рейте сети, то есть, они считают, что это поведение маловероятна. Да. Еще по поводу этого. Чего теряют, то эти, как валидаторы или как свидетели, когда они начинают врать. То есть, они теряют только свою репутацию. В принципе, если денег они нормально могут заработать, то, в принципе, дефикс не с репутацией. В Proof of Stake, где Delegated, Proof of Stake система, там они теряют, то есть, у них есть стейк, деньги. Когда они начинают врать, в целом доверие к системе падает, и цена токена понижается. То есть, там экономический мотиватор не врать. Здесь я что-то не увидел экономического мотиватора не врать. Вот. Представьте себе, что у вас есть бизнес, не здесь, в реальном мире, который основан на доверии. А, лично. То есть, там надо персонифицировать этого человека, его должны знать. У вас личная ликва у компании. Допустим, вы там. Понятно. Вы Амазон. Понятно, понятно. И вы начинаете брать. Все, понятно. Кто вам будет доверять к Амазону? Да. То есть, это крупные игроки. То есть, у вас стейк, у вас есть стейк реально, но отдельно, в реальном мире. Да, да, да. И намного больше, чем утилизация всей этой системы. Да. Кстати, по поводу этого, то есть, такие системы, тоже было описание о том, что действительно крупные корпорации могут договориться, сказать, что верьте нам, потому что мы же крупные, и мы не врём. Так это банковская система обычная. То есть, она сейчас так работает. Доверие. Они продают доверие, ничего больше. То есть, это крайне неэффективная структура, которые продают доверие, потому что им верят, ну, как бы, ну, а здесь-то мы создаём эти системы новые, да, которые могут убрать вот эти физические, ну, лица о том, что, да, они там в пиджаках и в галстуках, и типа мы им доверяем, ну, блин, так мы это пытаемся автоматизировать. Доверие. Доверие, оно хорошо, когда доверяешь, но проверяешь. Прозрачность само собой. Тех товарищей, о которых вы говорите, мы им доверяем, товарищи слюба, мы не знаем, что реально происходит. Они могут опи открыть, в принципе, ну да, будет больше доверия. То здесь всё прозрачно. Если свидетель начинает постить непоследовательно, то мы сразу это видим. Если один свидетель это делает, мы сразу это видим, и мы сразу его пытаемся заменить. То есть свидетель, анонимными быть не могут. Анонимными быть не могут. Что за механизмы заменят, как вы сейчас сказали? ЦУПИСОК. В каждом кшике каждый пользователь устанавливается. Ну, вы сказали, мы заменим. Пользователи? Ну, как? Какая миссия какая-то? Как что лучше? Статус литнеса. По дефолту? Да. То есть как приложение? Кто решает в самом начале? Каждый пользователь решает, кто его свидетель. В теории. А по факту дефолтный? То есть 99%? Создатель дефолтный как будто. А это все ваши 12 или это все-таки разных? Мои сейчас 11. Кто попал? Лишний. Лишний кто-то. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ваши. Что из этого следует? Мне не знаю. Это лучше родителей выбирать алгоритмически. Да. Но я этого не вижу. Потому что для меня не мешало. Я не знаю. Я не знаю. Ну вы же точно не знаю. Зурнал проекта. Другое понимание. 5 миллионов долларов. Но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А ценность? Ну вот. Доверять я буду. Если кто-то придет. Может, я тебе эти доллары. У меня просто реально не то ощущают. Это вопрос цены. Если там 100 рублей хранится, то там... Да нет. Кто будет? А миллиарды был за нас? Да нет. Тогда, конечно. Просто цены. Которая, которая не зависит от родителей, она некоторого не видит. А потом не существует. Получается несколько. Я не знаю. Сказать эту систему. Нет. У каждой транзакции один лучший родитель. Родители вовсе системы. У каждого понятно, что у каждой транзакции много. У каждой транзакции один лучший родитель. Соответственно, таких деревьев очень много систем. Вы сегодня говорили, что у нас в итоге должен остаться только один. То есть у нас идет линейное прирастание грабут. Правильно? Один. Ну, не должен остаться только один. А одна цепочка будет рассыпать. Быстрее всего. Не-не-не-не. Это самое важное. Потому что между мгновенной синтронизацией. Можно придумать какие-нибудь штуки. А нет у юзеров? Не будет. А поскольку это не будет, потому что здесь у нас сломает в океан. Уже отличится сломает. Да, вот. Замает. 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 Собирает. Я там ставлю Фемту, Слут. Здесь валюту называют парик не случайно. Потому что стоимость транзакций просто на вебинах. Криптовой? Да. Блин, извините, а приватные не подключенные, которые не подключены к холодной партии. На практике простые транзакции занимают около 50 суток. Это тоже сломают, чтобы свои деньги хранить. В Америке торгуются на пешке, у них есть какая-то цена. Физически. Ну вы можете сейчас назвать цены? Мы это все так очень-очень визуально. Сейчас 0.50 и какая цифра? Цена. Доллар. Доллар. 5 рублей, то есть это очень дешево. Дешево, чем вы. В эфире, насколько я понимаю, это 1.75 на транзакции. Это около 5.10. Там всегда цена, она на самом деле рыночная, а она определяется тем, что надежность и это. Самая дорогая в биткоине получается. Ну потому что надежность самая высокая. Ну и как правило, чем меньше люди пользуются, ну а почему меньше пользуются? Либо меньше знают, либо там есть потенциальная уязвимость. Вы правильно говоришь, потому что может получиться так, что если система получит распространение, начнет расти, то стоимость транзакции начнет увеличиваться. Да. Или это точно также тормозит. Вы вполне можете. Стоимость транзакции будет увеличиваться, и если будет увеличиваться рыночная стоимость байки. В каком случае будет увеличиваться pitcher стоимость байка? Ну чем больше? Тем более популярно. Но для того, чтобы стоимость стала порядка 10 центов, нужно, чтобы рыночная стоимость байка увеличилась где-то 10 тысяч раз. Там ограниченные миссии, потому что генезис-блок доп. миссии нет. Соответственно, он потенциально растущий. Чем больше люди пользуются, будут терять приватные ключи, будет меньше этих, будет увеличиваться постепенно. То есть при каком количестве пользователей у вас пойдет экспоненциальный рост в стоимости газа? Ну, не газа как бы, а стоимость транзакции. Ну, слушайте, стоимость в долларах – это рыночная история, я не знаю. Надо это принязать, потому что нужно понимать, что будет, когда все начнут этим пользоваться. Допустим, это все выросло. Вы можете быть уверены, что это будет лучше, чем в эфире и биткоин? С точки зрения скорости – да. С точки зрения стоимости, по той простой причине, что там нужно платить за монетовую мощность. Да. Пока что. Вот этот пост есть всегда. Пока что. Потому что идет переход на proof of stake, чтобы не тратить деньги. Что-то случилось в этой системе, например, есть какие-то вопросы, есть какие-то там недопонимания. Вы как support, то есть как инициатор проекта, вы какие-то действия будете производить? То есть как support, как администратор, я не знаю, как хорошая команда. Вот, например, майнеры принимают, да, решение, какая-то команда разработчиков. Делать открыть систему или нет, или она пойдет в форме и так далее. Вы как, ну, единственный владелец, понимающий, как тут все это работает. Не владелец. Основатель всего. Ну, маленький, не владелец. Как человек, который creator, да, будет так иностранно, что он не позволяет. Ну, я как бы продолжаю оставаться главным разработчиком. И вот этот протокол, он достаточно стабильный, но поверх него много всего, там, кошельки, приложения. И я в этом активно участвую. Хорошо, то есть какая-то поддержка будет? И в данном случае, если будут люди, которые больше... Слушай, ты вопрос только знаешь, ну, конечно, будет. Здесь вопрос, насколько децентрализованно. То есть кто еще, кроме вас, другие команды, можете тыкнуть пальцем, и, ну, как бы, вас можно убрать из всей этой системы, чтобы она продолжала работать. Вот такой вопрос скорее. О том, что вы готовы поддерживать, это понятно. Вопрос, когда вас не станет. Дальше в голову, потом угрожает. Не, а в децентрализованно, почему Сатоши долги... Форк, можно сделать, что угодно. Форк, понятно, сделать. Вопрос, как, чтобы эта система не зависела от центрального лица. В общем, я понял, главная проблема тут люди. Понимаете, люди, и сколько это стоит? Централизованность проблема. В децентрализованной системе проблема централизованности. А так и Сибилы в том числе. То есть 12... А даже если 12 наших самих себя, вокруг меня окружили, меня 12, как бы, моих знакомых, то я вижу только их, а внешний мир я их не вижу. Вот так и Сибилы. тоже вполне может быть здесь. А в биткоинах все-таки я всегда могу пойти проверить там 4000, то есть, ну, как бы, атаку сложнее совершать. Ну, тоже, ладно. Если вы не против, давайте оставим вопрос. Вопрос. Давайте еще. Вопрос, Сибилы. Вы говорите, он же видел предыдущих трендов. Вопрос, на какого надо извинять, и сколько времени на то, чтобы его виделись. Вы говорите о давоспреде? Ну, в том числе. Ну, мы не возьмем по валидатам. Все полные ноты, они валидатны, и проверяют все транзакции, которые были раньше. Довольные ноты, первые. Да. Это поможет тебе реально. А когда раздать, то есть? Видел, это значит, когда-то валидировал. Да. Да, да. То есть, когда-то валидировал. У себя, по крайней мере, отметил, что этот транзакт существует. А, окей. Вашу номер. Скажите, пожалуйста, есть какой-то опыт работы, ну, не только с топливами, а на применении других применениях? Например, использовать этот ленджер для регистрации электронных документов. Регистрация? Ну, например, да. Так в доп. транзакции, доп. можно все что угодно. Можно писать приезд в данные, соответственно, можно писать хэш электронных документов, и это там сохранится навечно. Да, сейчас. Сейчас в транзакции можно дописывать дополнение? Сколько можно байтов? Да, можно писать. Ну, просто электронные документы, хотя писать можно, но я не вижу в этом большого смысла, реально, потому что это вещь такая социальная. Те данные, которые в самом же реестре не будут использоваться в будущем, писать туда, наверное, не очень правильно. Ну, технически сейчас как? Но можно писать данные, например, есть ораклы, которые постят и на основе этих ораклов, на основе этих данных разрешают смарт-контракты. Например, мы можем сделать внешний смарт-контракт, кто выиграет следующий матч на Бегер-Колле или Манчестер, а ораклы потом запостят. Когда этот матч состоится, кто выиграл и кто-то из нас получит. Смарт-контракт на какой-то другой системе? Ну, внешний. Здесь у вас контракт. А, встроенный? Тогда какой язык? А, у него нет названий. Есть язык. Ну, нет, в смысле. Не придумали название, но язык есть. И он доступен для озабочек. Естественно, да. Это простой декларативный язык. Это не Тюринг-комплиментер, это даже сравнивается. Скрипт. Простой язык, где вы пишете, что если эти условия, то потратить может этот, если эти условия, то потратить может этот. Размер поля, сколько туда, как бы вот этот объем, какой можно писать? Объем. Ну, коды. Любовь, но вы платите за каждый байт. А, понял. Чем больше кода, тем больше... Давайте вопрос сейчас от ваших конкурентов. Ролл, дюйм. Не совсем. Сергей, приветствую. Я хочу сказать многое спасибо за то, что вы продвигаете ДНГ, рассказываете и объясняете, как работает. Очень приятно. Спасибо. А вот на свою разработку, то есть какие-то деньги привлекали, то есть каким-то образом на это зарабатывают, например, ГТР работал абсолютно на 100 метров долларов. Они сейчас очень хорошо живут, которые занимаются сколько. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, у меня есть в истории пары выходов и успешный бизнес. Собственно, на эти деньги я все это разрабатывал. Поэтому, и не только по этому, я не хотел совершенно проводить никакого всего. И создал эту систему, и запустил ее, и 99% токенов является бесплатно. Спасибо огромное. Вам спасибо.